Доброго всем времени суток! Вы на канале Миграночка, с вами я, Василиса. Сегодня мы с вами побываем в одном из канадских домов. Мы зайдем с вами внутри, мы походим по дому, изучим все. Почему же канадская недвижимость такая дорогая? Ну что, начинаем? Заходим в дом. Вот так выглядит дом с улицы, с внешней его стороны. Дом достаточно большой, отдельно стоящий. То есть любой отдельно стоящий дом стоит дороже, чем дом, который присоединен одной из стен. Здесь у нас с вами гараж на две машины, как вы видите. Ну что, пойдемте. Гараж достаточно большой, этому дому, я думаю, примерно лет 15. Видите, вот там заборчик, соседний дом заборчик отделяет. Здесь мы с вами не пройдем. Это у нас с вами гаражные двери. Ну так как гараж закрыт, давайте подергаем, посмотрим, может он открыт. Ну конечно же, гараж закрыт, зачем же его открывать? Пойдем, пойдемте, здесь пройдем, пройдем узенькой-узенькой тропочкой. И мы с вами проникаем в дом. Вот это называется фронт-ярд. То есть лужайка перед домом называется фронт-ярд. У нас очень жарко в Канаде в это лето, в районе 28 градусов. И поэтому трава вся выгорела. Не потому, что они плохие хозяева, не ухаживают за ней, нет. Наташа очень хорошая хозяйка и ухаживает прекрасно за своим, как говорится, огородом, садом. Вы можете видеть, здесь у нас с вами, видите, цветут такие вот цветы. Здесь у нас тоже цветочки. Трава просто вся выгорела от того, что очень жарко. Поливая, не поливая, результат один, видите. Все выгорело, как в пустыне. 28 и печет солнце. Ну что, пойдемте в дом. Вот такие у нас входные двери. Все очень красиво и со стеклянными вставочками. Вот туда мы сейчас с вами и направимся. Любезная хозяйка дала мне разрешение на съемку в доме. Я это делаю не тайком. Потому что ничего тайком в Канаде делать нельзя. Иначе мало не покажется. Видите, вот такой у нас замочек есть. То есть кодовый. Они когда уходят, ставят на кодовый замочек. Ну что, пойдемте. Мы с вами в прихожей. Мы зашли в дом. Ребята, привет. Добро пожаловать в наш дом. Мы купили его в 2010 году от застройщика. Ждали его 10 месяцев, когда его построят. Мы не знали, что будет. Но вот то, что получилось, то получилось. Сделали какой-то небольшой ремонт. Очень наслаждаемся этим районом. Все очень классно, все здорово. Пожалуйста, приходите в наш светлый дом. Всегда гостям рады. Приезжайте в Канаду, да? Приезжайте в Канаду, 100%. Нравится Канада? Да. Да, очень нравится. Сначала как-то было все очень сложно. Потом проходит время, и все хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. И танточка благодарит вас. Спасибо. Здесь у нас стоит такая вот табуреточка, танкеточка, лавочка. Там внутри можно прятать ботиночки. Так вот дверь из внутренней стороны. И здесь сразу нас встречает цветок. Расет такой вот фикус. И зеркало, если вам надо что-то причепуриться перед выходом и перед входом. Зеркальце. Здесь у нас с вами стоит кондиционер. Мы сразу можем видеть, да? Любой дом оборудованием кондиционера. А здесь мы с вами выставляем температуру. Вот. Ну а теперь мы двигаемся в сам дом. Здесь у нас сразу гардеробная. Это у нас гардеробчик. Здесь у нас гардеробчик, где хранится одежда. Здесь у нас большая просторная гостиная для приема гостей. Здесь у нас столик, удобные креслица. Всегда можно переждать, подождать. Например, пришли в гости или еще что-то. Видите, достаточно большая комната. Здесь у нас потлайты на потолке. Вот такие вот, да? Вот такая у нас с вами гостиная. Мы проходим с вами дальше, в глубину дома. И пройдемся пока по первому этажу. На второй, потом пойдем. Здесь продолжение. Видите, здесь у нас камин. Камин натуральный, не фейковый. То есть, я думаю, что он электрический все-таки. Похоже на электрический, да? Здесь еще такое продолжение living room. То есть, здесь мы можем с вами посмотреть телевизор. Видите? Здесь такой стоит sectional. То есть, мягкая мебель стоит. Здесь живет котик. Поэтому вот это у нас с вами клеточка для котика. Здесь у нас красивый коврик, чтобы ножкам было уютно. Здесь у нас лежит hardwood. То есть, такой вот паркет на полу. И, конечно же, это как бы entertainment room, я бы ее назвала. Здесь есть большой телевизор. Здесь можно собираться компаниями. Смотреть телевизор, да? Ну что, пойдемте дальше. Сейчас мы с вами заходим на кухню. Кухня у нас здесь. Так как у нас здесь сегодня тусовка, Соответственно, видите, стол накрыт. Такой столик. Достаточно большая, просторная кухня. Здесь у нас есть все апплаинсы, то есть, все необходимые оборудования, инструменты. Вот это у нас посудомоечная машина впереди. Раковина с двумя раковинами. Это у нас здесь. У нас есть микроволновка, у нас есть тостер. Прекрасная плита. У нас с вами электрическая. У нас в основном электрические плиты, видите? Конечно же, духовой шкаф. И, конечно же, большой, хороший, уютный холодильник. Где всякие вкусняшки можно хранить. Вот такой вот холодильник. Из кухни мы с вами попадаем на бэкьярд, то есть, на задний двор. Помните, это был двор впереди дома, а это сзади. То есть, основная тусовка летняя проходит вот на этом дворе. И вот вы видите, что здесь у нас с вами готовится барбекю. Вы можете поставить побольше, поменьше. Места достаточное. Вот посмотрите, какой бэкьярд по размеру. Вы можете сажать картошку, какие-то ягоды. Можете отдыхать просто на шезлонге. То есть, как говорится, каждый найдет отдых. Видите, можно просто посидеть, пивка попить. Каждый, как говорится, найдет отдых по вкусу. Вот здесь у нас Наташа выращивает ягоды. Навращивает огурцы, помидоры. Вон там в углу были. Вот так здесь все выглядит у нас с вами. Большой достаточно бэкьярд. Там красная смородина, кустик притаился. Вот он, кустик красной смородины. А вот черная смородина, видите. Ничто человеческое нам не чуждо в Канаде. Мы остаемся русскими людьми. Видите, и вот такая живая изгородь от соседнего дома. Это, видите, такие туи. Живая изгородь. Вот так домик выглядит с заднего двора. Вот он. Ну, он, как бы, такой несколько уровневый. Ну что, пойдемте обратно в дом. Вот у нас огурчики тут. Кропчик, пожалуйста. Вот такой. Идем дальше. Смотрите, что я нашла. Здесь у нас есть даже и самоварчик вот такой, видите. То есть мы остаемся русскими людьми. Есть даже самовар. Вот так вот. Из гостиной мы с вами вот по этой лестнице попадаем на второй этаж. Здесь мы с вами идем на второй этаж. Здесь у нас с вами сразу такой вот кабинет. Достаточно высокие потолки, видите. Вот так вот. Кабинет. Можно использовать подо что угодно. Есть такое, как пространство. Люди его используют под кабинет. Мы продолжаем подниматься с вами по лестнице. И давайте посмотрим, что же на втором этаже у нас скрывается. Вот прям сразу видно комната. Вот такая вот одна комната. Опять же, назначение может быть любое. В этой комнате у нас есть кладовочка. Кладовочка. И я думаю, что здесь ванна. Да, у нас тут ванна с вами, видите. Ванна. И эта комната совмещена с... Здесь у нас с вами санузел. То есть туалет. Ванная комната такая. И здесь есть вторая дверь сквозная. Мы с вами с вами попадаем в спальню. Такая вот спальня. Видите? С большим гардеробом. Такая вот. А мы с вами выходим и продолжаем наше движение. Закроем все двери за собой. И продолжаем движение. То есть это была первая комната, которая у нас встретила с лестницей. Видите? Они совмещены. Вот там у нас остался офис, как вы помните, да? И мы с вами, наверное, повернем еще сюда же опять налево и увидим вторую комнату, вторую спальню. И там у нас с вами живет зверь. Вот такая комната. Здесь большая комната. Называется мастер бедрум. Видите? Огромная комната. Огромный. Мяу! Видите? Нас приветствует кошечка. Здесь у нас с вами вторая ванная находится. То есть здесь такой же ванная комната. То есть есть унитаз, есть раковина и есть ванная. То есть можно принять ванну, душ и так далее. Давайте подойдем к котику. Котик очень интересный. Бенгальский кот. Я надеюсь, он меня не съест. И мы к нему подойдем. Мяу! Давайте посмотрим. Знаете, какой красавец. Какой красавец! Это бенгальский котик. Смотрите, он почти улыбается. Но очень внимательный, очень умный котик. Да, котик? Ну ладно, оставим котика в покое. Мы можем видеть... Вот пришел сын хозяйки. И вот это мы с вами смотрим как раз на сам фронт-ярд. То есть на то, откуда мы начали. Это вид из спальни на вход в дом. А мы с вами продолжаем. И идем в другую комнату. То есть в другой отсек дома. Здесь много комнат. Здесь можно потеряться. Можно где-то притаиться, и тебя не найдут. Мы с вами идем дальше. И куда мы с вами попадаем? Давайте смотреть. Если мы повернем с вами направо, то мы попадем в супер большую, супер большую ванную. Она огромная. Посмотрите. Вот такая вот ванная, ванная. И тут у нас идет джакузи. И также у нас есть душевая кабинка здесь. То есть мы как насчитали уже, это третья ванная, правильно? Но это самая большая, самая крутая. Зовем ее мастер-вашрум. А из нее мы с вами... Здесь большой гардероб есть. Такой называется... В Канаде называется walk-in-closet. Когда ты можешь войти внутрь шкафа, и там уже найти нужные вещи, закрыть дверь. То есть шкаф с дверью называется walk-in-closet. Walk- это гулять, ходить, in- входить. То есть шкаф со входом вовнутрь. Ну здесь, конечно, королевская спальня. Хозяйская спальня. Мы не будем туда заходить. Я просто вам покажу. Здесь у нас трюмоз... А телевизор стоит. Видите, площадь. Главное увидеть площадь и понять, почему такие цены у нас в Канаде. Ну что, отсюда мы выходим с вами. Вот у нас был с вами второй этаж. Мы спускаемся вниз и, наверное, пойдем в бейзму. То есть был первый, второй этаж. А есть еще как бы подвал. Но подвал обычно оборудованный. И в этом подвале живут люди. Кто-то делает бар, кто-то какие-то гостевые комнаты, кто-то их сдает. В общем, кто что делает. Но это реально жилое помещение. Это часть дома. Она просто находится на нижнем, как говорят, стокольном этаже. Поэтому сейчас туда и пойдем. То есть вот это была лестница вверх, как вы помните, да? А сейчас мы с вами идем по лестнице вниз. Идем и вот сюда. Вот это идет вниз, совсем вниз. Видите? А это мы еще как бы промежуточный низ у нас, так его назовем. То есть еще одна ванная комната. Это уже четвертая, наверное, да? То есть это четвертая ванная комната. Здесь у нас только унитаз и раковина. Это считается как гостевая. Это так называемая прачечная. Называется лондри-рум. Это прачечная. Здесь прачечная, стоит сушилка. Значит, здесь у нас такая раковина большая. Здесь у нас стоит сушилка и стиралка. И в Канаде это все отдельно. Вот, видите? То есть вы можете постирать, но не сушить. Или посушить, но не стирать. То есть это две совершенно самостоятельные машинки. Вот, выходим. Здесь у нас еще один шкафчик. Шкафчик с одеждой. А следующая дверь у нас с вами... Извините, все мы открываем. А это выход в гараж. Видите? Вот здесь мы выходим. Видите? То есть можно в дом зайти с гаража. А не через центральный вход. Вот это у нас гараж. То есть вы видели две гаражные двери? Это вот внутрь гаража. Можно здесь что-то хранить. Можно поставить свои машины. Дело хозяйское. Видите, с окнами все светло. Цвет пока не горит, но светло. То есть сейчас мы спускаемся с вами еще ниже. То, что я вам говорила про цокольный этаж. Вот мы туда и идем с вами. Темная-темная лестница. Мы идем с вами. Как страшно. Так, ну ладно. Здесь вот у нас... Первая дверь нас встречает здесь. О! Здесь у нас с вами еще не оборудованный бейсмент. Бейсмент – это вот цокольное помещение. Видите? Здесь он не оборудован. То есть здесь можно его закрыть стены. Поставить драйвол. Здесь люди вот играют в теннис. Кто что решает здесь делать? Здесь достаточно много места, чтобы сделать несколько комнат. И даже можно их сдавать. Видите? То есть вот так вот. Здесь стоит кондиционер. Все системы дома. Для дома их просто здесь не видно. Я вам не буду их показывать. Вот, идем дальше. Значит, вы поняли, да? Вот этот цокольный этаж, он не оборотный. Люди решили. Они его не сдают. Они его содержат сами. Вот поэтому... Здесь могли бы жить люди. Здесь можно 3-4 комнаты сделать и сдавать их по 600-700 долларов. Вот вам реальный доход. Но люди не сдают. Они справляются пока сами. И это хорошо. Я за них рада. Ну что, вот мы с вами практически все и посетили. Поднимаемся наверх. В жилые помещения. В палаты так называемые. Здесь мы с вами были. Помните? Здесь мы с вами начинали свой тур. Это у нас называлась гостиная. С другой стороны. Это у нас кухня с выходом на бакярд. А это у нас входная дверь. Ну что, пишите свои комментарии. Оставляйте комментарии. Давайте обсуждать. Понравилось вам, не понравилось. Купили вы такой дом или нет. И как раз я посмотрю на марки, сколько такой дом стоит. И вам все расскажу. Так что, до встречи в новых видео. Пока-пока. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok